всем привет привет с вами Лена Марченко и сегодня мы начинаем наш совместный проект мамино счастье и начнем мы его создание вот такого первого разворота с поп-ап элементами внутри здесь есть открывашки для фотографий в общем давайте творить вместе для своего альбома я взяла коллекцию мамино счастье а вы можете брать абсолютно любую понадобятся также ножи для вырубки канцелярский нож и линейка для создания разворота нам понадобится лист корстока размером 40 на 18 который мы пробегаем пополам и приклеим к нашей заготовки основы и скраб бумаги и 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 для создания основного механизма поп-ап нам понадобятся две полоски размеры их я записала схему тоже положила на коврике макетном вы можете ее все время посматривать чтобы не забыть первую полоску 12 на 5 сантиметров мы размечаем по вот этой схеме можно даже не рисовать карандашиком я сейчас для большей наглядности это делаю откладываем начиная слева 11 полтора 2 с 2 с половиной сантиметра и точно так же с обратной стороны она получается симметричная сверху и снизу отложили эти сантиметры и здесь я карандашиком их соединила а теперь ее мы разделим пополам отложив по пять сантиметров я тоже провожу линию но беговать мы здесь будем только по красным линиям которые отмечены на схеме нам важно чтобы серединка не была пробегована видите мы бегу им только вот эти диагональные линии и по краешку с краев слева и справа по два сантиметра мы с вами бегу им это нужно для чего для того чтобы наш механизм хорошо складывался и работал теперь отрезаем ту часть которая на схеме заштриховано зеленым и складываем по диагональным линиям бига получается вот такой вот треугольничек на ножках хорошенечко еще раз для надежности прохожусь беговочной палочкой верхушку треугольника я срезала ножничками все наш рабочий механизм готов смазываю клеем те части где есть треугольнички к ним присоединяю и приклеиваю вторую часть нашего механизма это полоска 10 на 5 пробегованная пополам получается вот такая своеобразная крыша теперь осталось вклеить этот механизм на нашу страничку смазываем клеем треугольничек сначала к одной стороне его мы приклеим вот смазываем и приклеиваем к нижней части теперь смазали вторую верхнюю часть и приклеили все механизм готов и работает нам осталось только его декорировать на этом этапе основным элементом является кружево поэтому я решила добавить хлопковое кружево вот на этот работающий по папа элемент и вообще кружева у меня будет много на этом развороте и хлопчатобумажная и вырубка которую я сделаю скальки в общем смотрите здесь я уже много говорить не буду я думаю так все понятно теперь мы приклеим к вот этой части передней части крыши наш круглый элемент проверяем как все работает нигде ничего не цепляет все замечательно и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok На этой страничке все фотографии у нас будут располагаться вертикально из-за того, что наш центральный поп-ап элемент не даст расположить горизонтальные фотографии. Эту вырубку кружевными ножами я сделала из кальки. Аккуратненько наношу клей и приклеиваю к основе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Открывашки с фотографиями на этом развороте будут закрываться прозрачными анкерами и крепиться братцами в форме цветочка. Для придания необходимой высоты я всегда использую вот такие прозрачные гелевые стержни. Они довольно прочные и подходящего диаметра. Я отрезаю маленькие кусочки необходимой высоты и одеваю их на братцы. Этим самым даю высоту для этой подложки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для большей легкости и воздушности на этой страничке я добавила сюда еще немножко цветочковой скальки. Продолжение следует... А теперь пришел черед полубусин, полужемчужин, которые добавят акцент необходимый на наших страничках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой разворотик готов. Я показала вам все, как создавала поп-ап элемент, механизм, как декорировала подложки. Вот такой разворотик получился. Пока-пока, до новых встреч!